Перспективы развития сельского здравоохранения обсудили за круглым столом руководители Рассказовского района, главы сельсоветов, медицинские работники и представители управления здравоохранения. Подобные круглые столы проходили по области в преддверии первого съезда сельской интеллигенции, который состоялся в августе по инициативе главы администрации области. Врачи, учителя, представители органов местного самоуправления обсуждали актуальные проблемы сельской жизни, в частности, доступность медицинского обслуживания всем жителям сельских территорий. Население города и района обслуживает одно медучреждение – Рассказовская центральная районная больница. Городские жители обращаются за помощью в поликлинику, селяне лечатся в ФАПах, которых на территории района 23. Кроме того, сельское население обслуживает четыре врачебных участка. В особо трудных случаях жители района имеют возможность воспользоваться неотложной поликлинической помощью. По словам главного врача районной больницы Надежды Семьяниновой, в последние годы смертность сельского населения остается на том же уровне, но рождаются на селе в два раза реже, чем умирают. Что вполне объяснимо – почти половина жителей района – это люди пенсионного возраста. Есть проблемы и с рождаемостью, не скрывает главный врач. У нас сейчас такой печь, как рожденные пороки развития. Вот рожденные пороки развития, которые занимают одно из первых мест в младенческой смертности, мы тоже сейчас этот вопрос изучаем и усиливаем контроль за перинатальной диагностикой, но, к сожалению, мамы не всегда с пониманием относятся к этому вопросу и не своевременно едут в областную клиническую больницу, где у нас работает на очень высоком уровне центр перинатальной диагностики и планирование семьи. Состояние и перспективы сельского здравоохранения обсуждали участники заседания в формате круглого стола. Из-за удаленности территории и разброса населенных пунктов селянам зачастую проблематично получать необходимую медицинскую помощь. Ее организация не всегда зависит от федеральных властей, уверены представители органов местного самоуправления. Самое главное, самое ценное, что есть у человека, это здоровье. А затем уже все последующие дороги, образование, культура, все это нужно, но на первом плане у человека здоровье. Ну и мы должны вести диалог, мы должны вести диалог, потому что не все зависит от федерального центра, не все зависит от администрации области, многое зависит от тех людей, которые здесь живут, здесь работают. В настоящее время в области идет процесс построения трехступенчатой системы оказания медицинской помощи, рассказала Ольга Савельева, начальник отдела управления здравоохранения. Фельдшерско-акушерский пункт, районная поликлиника или больница, областные клиники. Так должна выглядеть структура медпомощи в Тамбовской области. Первичную помощь сельскому населению должны оказывать во врачебных кабинетах на местах. Более сложные обследования проводятся в территориальных лечебных учреждениях. Специалист облздрава заверила участников заседания. Если возникнет необходимость в более серьезной помощи, она будет оказана. У многих остается опять же с прежних времен такое понятие, что высокотехнологичную медицинскую помощь получить очень трудно. Поэтому очень часто звонят граждане, как бы нам выпить воду. Я вам говорю, вы совершенно отвечаете за свои слова, что ничего выбивать не надо. Все начинается с территориальной поликлиники. В данном случае с поликлиники Рассказской ЦРБ. Обращайтесь туда, пожалуйста. Вам проведут обследование, которое можно провести в Рассказово. Затем, если необходимо, направят по областным специалистам на консультацию. Если те дадут заключение, мы без всяких проблем направим вас на высокотехнологичную помощь в федеральной клинике. Участники круглого стола говорили о тех условиях, которые способствуют росту или наоборот снижают качество медпомощи на селе. Ее своевременность и доступность напрямую зависят от состояния дорог. Представители сферы здравоохранения обратились к чиновникам с просьбой учесть этот факт. И как можно быстрее привести в порядок сельские дороги. Евгения Конобеевская, Степан Диколенко. Новости ТВ Рассказово.